В бюджете 200 тысяч рублей господствует автоваз. Приоры, калины, вот это вот там все в 150 тысячах рублях, 14-15 и так далее. И народ пачками вот на рынке автомобилей с пробегом их покупает. Но, так или иначе, любой человек задумывается о том, вот может быть купить какую-то иномарочку. Может быть есть что-то, что вот можно купить, и чтобы не гремел салон, не выла коробка, чтобы вот как-то вот не было вот этих вот проблем, и чтобы себя как бы человеком чувствовать вообще в автомобиле. И вот сегодня я вам расскажу про один автомобиль, который, кстати говоря, у меня был когда-то давно, который стоит 200 тысяч рублей, и по моему личному мнению он лучше, чем автоваз. Kia Spectra! Kia Spectra, пацаны! И прежде чем вы начнете кидаться в меня говном, подождите, дайте я хоть немножко, хоть что-то скажу, дайте мне минуту. Во-первых, машина у нас с 8-го года, сейчас пробег 164 тысячи, она в одних руках, всю дорогу. И вот за эти 164 тысячи у нас замена там масла по регламенту, колодки, когда кончатся, стойки стабилизатора по цене бутылки пива и сцепление. Само сцепление стоит 5000 рублей, работа стоила 5000 рублей. Все, больше с автомобилем ничего не происходило вообще. Ну, кроме того, что мотор один раз поменяли, но это я расскажу чуть дальше. А так, в целом, это действительно надежная тачка, которую можно покупать. И вот сегодня я вам полностью расскажу, что тут вообще с ними происходит, как их выбирать, и что вы сейчас за 200 тысяч можете себе купить. Вот смотрите, покупая иномарку за такой же бюджет, примерно как и автоваз, вы, наверное, думаете, что, ну, наверное, она будет вся голая. Наверное, в ней все будет очень плохо, в ней не будет вообще шумоизоляции никакой, как будто бы она есть в автовазе. Она будет, типа, вся некомфортная какая-то, непонятная вообще, без опции и так далее. Но вот здесь у нас 200 тысяч рублей условно, то есть они там 200, 230, 250 там и так далее. Эта тачка непонятно, сколько сейчас стоит вот именно в реальности, потому что, ну, она как бы новая, ее купили когда-то за 420 тысяч рублей, но сейчас ее, наверное, вот рыночная стоимость будет где-то 230, ну, может быть, 250, потому что она реально в хорошем состоянии. Так вот, у нас все стеклоподъемники, привод, зеркал, кондиционер, и тут даже бывает автомат. Автомат, правда, покупать я вообще не советую, потому что он лютый кусок говна, но, тем не менее, он тут бывает. И вообще, в целом, вот живой автомобиль, все, что вам нужно, чтобы найти живую спектру, это просто найти живой кузов, потому что все остальное по технике будет, скорее всего, без каких-либо серьезных проблем. Как обычно, я вам соберу ссылку на автору в описании, повешу по вашему конкретному региону, заходите, смотрите, и заодно сравните, вот, что вот вы можете за 200 тысяч купить в своем регионе из АвтоВАЗа, и что вы можете посмотреть из спектра. И, вполне возможно, вы удивитесь. Как же бесит вот эта вот хрень, то, что она постоянно бибикает, пиликает. Потому что тачка, в том числе, создавалась с оглядкой на американский рынок, на американско-японский рынок вообще, и... Причем, как бы, не поможет. То есть она, как бы, просто на постоянку тебе сигналит про то, что, типа, у тебя дверь открыта. Я знаю, что у меня дверь открыта. Притом, это не работает, когда ты вот... А, не, работает. А у меня, по-моему, раньше не работало. У меня, значит, ограничитель глючил. Пассажирские, все хоть три, могут быть открыты на постоянку. Ты можешь с ними ехать, всем насрать. Но если ты хоть свою немножко приоткроешь, ну все, типа. И также рад вам сообщить, что у нас подъехал видос со стендапа, который был в июле в клубе LifeStars. На втором канале вышел видосик по этому поводу. Вот там подсказочка, ссылка будет в описании. Заходите, смотрите. Очень много людей просило меня сделать, ну хотя бы, хоть какое-то видео оттуда, чтобы могли посмотреть все желающие. И вот, запилили видос. Ссылка в описании, подсказка тут. Смотрите. Так вот, кстати, по поводу надежности. Раз мы заговорили про моторы, сейчас вот давайте поговорим про них. Секундочку. Так вот, про надежность. У нас здесь стоит мотор S6D. Ну вот, по киевскому коду он так называется. И это первый мотор, который Kia разработали вообще сами. До этого у них была там лицензия Мазды. По-моему, Мазды, может быть я ошибаюсь, напишите в комментариях. Ну, по-моему, Маздовская у них лицензия была. Они приклепали вот моторы по их технологиям. А вот этот мотор, они такие, так, все, мы делаем все самостоятельно. Сделаем свой мотор. И сделали. И получилось. Но это уже второй мотор, который стоит в этом автомобиле. Сейчас объясню, почему. Давай, заводи уже, наверное. Вот, видите, все нормально. Все работает, все хорошо. Никто никого не обманул. Вся проблема мотора, который был здесь установлен изначально, заключалась в том, что эти автомобили собирают на Еже. Ну, собирали на Еже. То есть, вот они все русской сборки. Собирались там, где вот Москвич, вот это вот все. Короче, в чем прикол. На изначальном моторе не был нормально закручен болт. Один из болтов в механизме ГРМ. В итоге ГРМ сказал до свидания. Весь мотор сказал тоже до свидания. И по гарантии они все это дело поменяли на новый. Это произошло буквально на 5000 километрах. Вот здесь уже все болты у нас закручены. Все уже в порядке. И все работает как надо. Вообще, в целом, это очень и очень надежный мотор. У вас с ним может произойти только две вещи. Первое. Вы можете просрать интервал замены у меня ГРМ. Он тут 60 тысяч километров. И вот можете не заметить там, если вы ездите немного, как он начал трескаться там или еще что-то. Вот за ГРМ надо реально следить. И второе. Вы можете просрать как бы термостат, который иногда выходит из строя. Есть такие случаи. И вот если вы это дело не заметите, можете мотор немножко перегреть. У нас тут блок, чугун, голова, алюминий. И вот из-за того, что разные материалы, голова идет винтом. Вот это вот все короче. Головка чувствительная. Если перегреете, придется менять. Но прикол в том, что это будет стоить относительно недорого. Вообще, весь мотор в сборе новый. 70 тысяч рублей. Сейчас вот, при текущем курсе доллара и все такое, это реально дешево. А бушный можно найти буквально там за 20-30 тысяч рублей. С блоком он чугунный. Ремонт, ремонт и точится. Все, что хочешь. Прям можно делать реально дофига чего с ним. Никаких проблем. Да и отлично. Сам мотор S6D очень и очень удачный. Помимо этого 1.6 здесь также есть 1.8 и 2 литра. И это моторы, которые предназначались для других рынков изначально. Для США, для Японии, для Кореи. Вот это вот все. Они тоже надежные, но у нас их просто нет. Их там буквально какие-то единичные случаи, когда кто-то откуда-то что-то привез. Непонятно, нафига. И вот. То есть они у нас все на вот этом 1.6 без каких-либо проблем. Вообще, в принципе, автомобиль без проблем. Единственная засада в этой тачке это автомат. Который очень старый, четырехступенчатый. Четвертая ступень включается практически никогда. Она включается там типа выше 100 км в час, по-моему. Кстати говоря, на форумах там типа даже есть мнение, что у кого-то она включается выше 160 км в час. Почему-то. Ну короче, то есть она старая, вы по сути ездите всегда на трех передачах. И расход топлива у вас просто космический. Как будто у вас внедорожник какой-то. Там до 15 литров совершенно спокойно. При этом она тупая, перегревается, ломается и бла-бла-бла. Есть даже отдельная история, что народ покупает автомат и очень быстро пытается поменять его на механику. Потому что, ну реально, как бы непонятно нафига. В этом бюджете как бы на автомат рассчитывать вообще не стоит в принципе. То есть я бы не советовал покупать вам автомобиль там за 200 тысяч рублей на автомате. Вот вообще как явление. Лучше на механике. И с механикой здесь совершенно нет никаких проблем. Да как и по всему автомобилю. Все расходники стоят просто какие-то копейки. То есть там условно высоковольтные провода, с которыми есть проблемы. Они стоят 800 рублей. Ну типа, все что там в подвеске вы можете найти, это все тоже, ну вот ценник на уровне АвтоВАЗа. Но конструкция самого автомобиля лучше. Продумание здесь сзади у нас многорычажечка и едет она поприятнее. То в чем спектр АвтоВАЗу точно проигрывает, вот прям вот это даже не обсуждается. Это клиренс. Вот ты едешь и мне-то особенно, сейчас вот я с Прадика пересел сюда и мне-то как бы вообще вот я прям жопа искр высекаю. Прям по асфальту еду, прям вот чиркаю, прям сжимается все внутри. Но даже по сравнению там с Приорой, с Калины, вот со всем вот этим вот, реально клиренс меньше. Но если вы живете в городе, то для вас это ну типа не катастрофически. Вот у нас в Новгороде, а не то чтобы прям какие-то знаете идеальные дороги, но обычный региональный город со своими ямами и всем вот этим вот, и нечищенными дворами и так далее. И вот что когда у меня был автомобиль, что владелец текущий, как бы никаких проблем особо нет. Ну да, ты где-то можешь там нищем какой-нибудь сугробик там во дворе, колею там вот это вот поймать. Ну в целом как бы не сильно, так-то уж страшно. Если по грунтовкам там еще где-то, то тогда да. Тогда автоваз, конечно, будет приятней что-либо вот скакать по ямам. Опять же за счет более энергоемкой подвески и вот этого всего. А здесь у нас, напомню, сзади многорычажка, то есть этот автомобиль как бы лучше стоит на дороге, пониже, многорычажечка, там цоп. Но вот почему они сделали такие амортизаторы, вот я не понимаю. Потому что если поставить реально жесткие, хорошие аморты, то автомобиль становится совершенно другим. Для города вот по дороге прям наехать, что-то там рулить, пытаться там строить из себя шумахера со ста сильным мотором, типа ну нормальная же тема. Должна же быть хорошая подвеска в машине, которая никуда не едет. Ну вот смотрите, вот кольца, повороты, всякие такие штуки. Ну действительно машина-то хорошо стоит, нормально, нормально все. Но если вы хотите прям, чтобы валило на все бабки, то ну да, приора ее объедет. На корпус, правда, всего лишь, но тем не менее, все равно приоромотор вазовский бодрее. То есть ты там едешь, свестишь коробкой, вторая с хрустом, но уедешь ты чуть-чуть побыстрее. И опять же можно всевозможные турбины, и все вподряд, и вот это вот все, тюнинг там, ненуарь, и вот это вот. Кайф. А если нужна тачка вот просто, ну вот к ней, именно к спектре, вообще никаких претензий с точки зрения жизни у меня, по крайней мере, не было. Единственное, типа, если вам там условно 30+, и тело уже не такое прям гибкое, замечательно, то вылезать будет не очень. Потому что я помню, что мне даже с моими вот ногами длинными, мне вот как-то всегда было из него как-то выкарабкиваться не очень. Особенно если где-нибудь встал там, знаете, у поребрика рядом, и тебе нужно вот ставить ногу туда, где у тебя заканчивается порог вообще. И ты такой вот, что, как, но да, есть такой момент, но это любая низкая тачка. Вон опять же, вот Сандера вот рядом едет, ну там какое ощущение, что человек в кроссовере едет по сравнению с нами. Но по всему остальному, я даже не знаю, к чему придает, коробка здесь намного лучше, чем на ВАЗе. Мотор едет, ну не так уж он прям медленнее едет, с ним тоже все в порядке, он надежный. Огонь! Еще один лютейший плюс по сравнению с АвтоВАЗом, это вот все, что условно в салоне. Вот сидение, самое важное, для меня это очень важный показатель, и сидение в приоре ужасно. Вы можете писать в комментариях все, что угодно, но сидение в приоре это страх и ужас для организма любого человека вообще в принципе. В колене первого поколения чуть-чуть получше, но там другой прикол, что там ты сидишь как будто бы на унитазе. Потому что у тебя сама подушка каким-то таким образом сделана, что поддержка есть только по краям. Ну ты реально вот на толчке сидишь. Здесь сидение твердое, удобное, с боковой поддержкой, ну вот прям классно. Прям сильно лучше, чем вот в том, что вы можете купить. Чедырьки-пятнашки я вообще молчу. Вообще молчу. То есть у меня вот есть ощущение, что моя болезнь шеи как раз-таки пятнашкой травмирована. Как раз вот я и получил свою какую-то фиговенькую шею, которая периодически где-то болит, потому что из пятнашки я вылезал просто вообще, просто очень плохо. Единственное, единственное, что вас будет все-таки очень сильно доставать, это вот эта вот фигня. Еще один нюанс, который бесил лично меня, когда у меня была спектра, это вот. Притом я сейчас вообще не напрягаюсь, а машина уже так себе ходит. И при этом у нас здесь амортизаторы увеличенной жесткости. А если прям поднапрячься, то даже несмотря на то, что у нас неоригинальные амортизаторы с увеличенной жесткостью, она вот так вот ходит. На оригинальных амортизаторах ты постоянно на любой колее, либо еще где-то ты постоянно ищешь. При этом чисто теоретически эту можно проблему решить, но не до конца. То есть вот поставить, как сейчас тут владелец поставил, амортизаторы увеличенной жесткости, и вместо больших амплитудных движений у тебя будут небольшие движения такие. Все равно, короче, у него жопа мягкая, все равно все это дело качается и так далее. И особо вы с этим ничего не сделаете. Вот амортизаторы обычной жесткости, неоригинальной, стоят в районе вообще там 800-1000 рублей, то есть их можно менять. Вам будет казаться, что амортизаторы неисправны, как мне казалось, я там за два месяца поменял их три раза там и все такое. Ну, вот такая особенность. Можно поставить пожестче, вот здесь амортизаторы стоят 2,5 за штуку. Это какая у тебя, какая фирма у тебя? Блин, я не помню, САКС что ли? По-моему, САКС. Вот такая фирма. При том, когда я покупал вот свою спектру, была очень забавная история. Мы ее покупали в Боровичах. Боровичи это такой региональный городок в Новгородской области. И история была следующая. Мы ее поехали смотреть как автомобиль без мотора. Она была выставлена за там, по-моему, 140 тысяч рублей. Вот что-то в этом духе. И мужик говорил, что вот типа с мотором есть проблемы. Что его скорее всего надо менять, все там очень плохо. И мы такие типа бодрые ребята поехали смотреть тачку. Потому что на тот момент, это примерно там год 12-й, может быть 13-й. Они стоили, ну примерно так же, как и сейчас стоят. 180-200 за живой экземпляр. Так вот, мы поехали туда, приезжаем, смотрим. Машина работает на двух цилиндрах, в принципе. И мы такие, что, что делал, что происходит? Он говорит, слушайте, объехал все сервисы. Никто ничего не знает, никто ничего не понимает. Два цилиндра не работает и все. Я говорю, блин, когда у тебя идут пропуски, у тебя два варианта. У тебя либо зажигание, либо смесь. Все, больше, ну в принципе, ничего быть не может больше. Он такой, да ну не, уже все точно, там по-любому уже с мотором конец. Уже все, надо просто вот его выкидывать и все. Вы сейчас, может быть, до Новгорода доползете. А потом уже точно вряд ли, уже все, точно все. Мы машину, естественно, купили. Поехали в Новгород и, ну мы приехали на двух цилиндрах аккуратненько. Притом задних амортизаторов не было вообще. Они тоже кончились. И вот на такой болтанке на двух цилиндрах кое-как доехали. И когда мы доехали до гаража, я такой подумал, ну блин, поменяю высоковольтные провода, ну на всякий случай. Потому что они какие-то были немножечко потрескавшиеся и так далее. Зашел в Автомир, магазин запчастей, купил высоковольтные провода за 400 рублей. Тут же их поменял, потому что все очень просто. Вот прям даже ничего там особо крутить, вертеть не нужно было. И проблема ушла. Все. Потом я поменял свечки, потому что две уже были, ну прям совсем черные. Потому что цилиндры не работали. Все. Починили мотор, который невозможно было никак восстановить вообще. И вот так далее. Вот я не знаю, в какие сервисы ездил мужик, но он реально продавал тачку, вот как будто бы без мотора. И по салону, в принципе, вот смотрите. У нас здесь ты же ничего не клеил, не проклеивал, вот ничего не делал с тачкой. Вот все как есть. У нас в салоне ничего не гремит. Автомобиль в одних руках, он не бился сильно, по крайней мере. То есть там были притертости по кузову, но это пофиг вообще. То есть серьезных ДТП здесь не было. Никакие элементы там, знаете, там, две двери, сторону, там, полморды и такого не меняли. Все было в порядке. И ничего не гремит. Ничего не разваливается. Я где-то читал на форумах, что у спектра салон погремушка, вот этот жесткий пластик, все вот это очень плохо и бла-бла-бла. Так, блин, чуваки, вы просто покупайте небитые автомобили и все будет в порядке. Я кучу раз твердил про то, что салон в автомобилях, как правило, начинает греметь, когда тачку разбирают. Вот именно снимают все, просирают все крепления и бла-бла-бла, и все ломают. И вот тогда начинается боль. А вот с этим автомобилем все в порядке. Ничего не гремит. И в моей спектре никогда ничего не гремело. Все было замечательно. И, как мне кажется, опять же, по материалам и по всему вот в салоне, этот автомобиль сильно приятнее, чем та же самая клятая Приора. Да и Калина первого поколения. Реально приятнее. Да, ты видишь, что это, знаете, тут вот отсылка к таким американским, японским вот этим тачкам, вот с их вот этим пластиком таким своеобразным немного, которого никогда не было в немцах, например. То есть вот ты вот эту вот, ты чувствуешь вот эту японо-американскую школу. Сидя за рулем. И у нас тут как бы и спидометр в милях еще. То есть как бы тоненький намек такой, тоненький прям совсем. Ну, классно, кайфово, удобно. Ты едешь прям, развалился, все хорошо. Для этого класса автомобиля, места в салоне более чем достаточно. Я ростом метр восемьдесят шесть, мне сеть вообще отлично. Не знаю, чего вам еще надо. Единственная, единственная проблема, связанная с этим автомобилем, и почему вряд ли вы себе такой вырвете, живых их осталось очень и очень мало. Прям очень мало. Они вот, их единственное, что их били. Я не знаю, в чем особенность вот спектра. Почему они так часто влетают в ДТП? Может быть, опять же, из-за своих проблем с задней подвеской. Но я бы не сказал, что это настолько критичные, знаете, вещи. Но, тем не менее, короче, они все биты. Либо токсичные какие-то и так далее. Ну, так как автомобиль уже просто старенький, сам по себе. То есть мы уже там плюс-минус десять лет. Сложно выцепить, сложно. Но, если вдруг вы везунчик, или потратите очень и очень много времени на поиск, и все-таки откопаете спектру, то мой респект и уважение. Потому что, по моему личному мнению, сугубо неправильному, необъективному, вот это вот все, она лучше. Лучше, чем АвтоВАЗ. И еще момент, который я слышал у людей. Говорят, что она выглядит как вот обмылок. Неинтересно, я скучно. Но вы посмотрите на эти диски. Посмотрите на этот цвет, который вроде как обычный, но с этими дисками-то играет. Прям огонь. И прям классно. И в итоге мы с вами получаем за 200 тысяч рублей практичную, надежную, ликвидную тачку, которая еще и выглядит довольно-таки прилично. В салоне удобно. И все классно вообще. Че вам не нравится-то, да? Все действительно хорошо. И таким образом мы с вами получаем автомобиль за 200 тысяч рублей, который является реальной альтернативой АвтоВАЗу. И вот давайте мы все это вместе с вами обсудим активно в комментариях. Вот у вас 200 тысяч. Что бы вы купили? Если бы нашли бы вот приору в хорошем состоянии и спектру в хорошем состоянии. Вот что бы вы купили? Реально. Пишите в комментариях. А у меня на этом все. Ставь лайк, если тебе понравился этот видос. Обязательно подписывайся на канал. Где-то сейчас будет такая кнопочка. А если не увидишь, то внизу такая красная под видосом. И на этом все. Увидимся. Пока.